Следующий доклад «Морфо-структурные изменения роговицы у пациентов на фоне длительного ношения контактных линз» представит кандидат медицинских наук Майчук Наталья Владимировна. Добрый день, уважаемый президиум, уважаемые коллеги. Современный уровень развития кераторефракционной хирургии за счет совершенствования технологий вполне способен уже на следующий день после операции давать вот такие замечательные клиникофункциональные рефракционные результаты. Вместе с тем, в раннем послеоперационном периоде более половины процентов наших пациентов страдают от различных симптомов, коррелирующих с транзиторным нарушением слезопродукции. При этом было показано, что исход кераторефракционных операций, а именно развитие таких дезрегенераторных состояний, как нейротрофическая петелиопатия, транзиторный синдром сухого глаза, коррелирует с предоперационным состоянием роговицы. И одним из основных факторов риска развития дезрегенераторных состояний является длительное анамно-сношение контактных линз. Проведенное нами небольшое исследование, которое включало около 180 пациентов с клинически значимым синдромом сухого глаза, показало, что длительное анамно-сношение контактных линз, как основной фактор риска клинически значимого синдрома сухого глаза, значительно опережал по вкладу другие факторы риска. Эти данные коррелируют с данными зарубежных исследований, показавших на основе анализа большой группы пациентов, что длительное анамно-сношение контактных линз приводит к нарушению слезопродукции, развитию синдрома сухого глаза. Исследования отечественных авторов, в частности Галина Борисовна Егорова, также показывают наличие структурных и функциональных нарушений у функционального слезного комплекса у пациентов, длительно пользующихся контактными линзами. Данное исследование было суммировано в работе, опубликованной в 2011 году, по разработке клиника диагностического алгоритма оценки состояния глазной поверхности у пациента с длительным анамно-сношением контактных линз. В основе данного исследования мы использовали конфокальную микроскопию роговицы, которая позволяет неинвазивно на клеточном и субклеточном уровне производить оценку как интактной, так и патологически измененной роговицы. В результате нашего исследования было показано, что у всех пациентов, длительно пользующихся контактными линзами, в той или иной степени структура роговицы меняется. К счастью, в абсолютном большинстве случаев, в 45% случаев, изменения носили маловыраженный характер, в основном локализовались на уровне эпителия роговицы, и характеризовались псевдокератинизацией поверхностного эпителия роговицы с замедлением его обновления. Данная стадия характеризуется хорошей способностью к самостоятельному регрессу при отмене контактных линз и не повышает риск развития дезрегенераторных осложнений кератрифракционных операций. В 23,5% случаев изменения носили более выраженный характер, и на уровне эпителия роговицы проявлялись псевдокератинизацией и локальной повышенной дисквамацией эпителия, а на уровне стромы отмечались признаки хронического воспалительного процесса. С точки зрения обратимости, данная стадия характеризуется гораздо более низкой способностью к самостоятельному регрессу, требует более длительной отмены контактных линз и назначения патогенетически ориентированной медикаментозной коррекции. С учетом выявленных изменений, схема, которую мы используем для оккупирования такой стадии изменений, включает назначение нестероидных противовоспалительных средств, минимально влияющих на эпителии при длительном применении, назначение комплексных слезозамещающих препаратов с дополнительной метаболической активностью, активирующей регенераторные процессы в быстро обновляемых тканях и стимуляторами регенерации пролонгированного действия на ночь. При регрессии поражений мы можем выбирать кераторефракционную операцию, ориентируясь только на оптометрические параметры глаза. При сохранении поражений следует выбирать операции, минимально влияющие на структуру роговицы, а именно фемтелазик, либо соединяющие в себе коррегирующие и лечебные действия, как операции ФРК, которую мы применяем при выявлении признаков дистрофических изменений бауменовой мембраны и нарушении адгезии базального эпителия. Более выраженная стадия поражения роговицы, которая в нашем случае определяется в 31% случаев, характеризуется выраженной дисгломацией поверхностных эпителиоцитов, нарушение адгезии базального эпителя, отсутствие нервных клеток субопитериального сплетения райзера, но вместо этого на уровне слоя бауменовой мембраны отмечается большое количество дендреформных клеток лангерганца, отек экстрацеллярного матрикса и даже у ряда пациентов отмечалось плеоморофизм полимегатизм эндотелия со снижением плотности эндотелиальных клеток относительно возрастной нормы. Такая стадия, как правило, требует еще более длительного отмена контактных линз на 6 месяцев и более, и патогенетически ориентированная терапия носит более агрессивный характер, включая стероидные противоспалительные средства, в том числе в разведении, с назначением гелевых репарантов, слезозаместителей с репаративным действием и иммуносупрессивной терапией. Внедрение такой практики введения пациента с длительным намношением контактных линз привело к существенному снижению частоты тяжелых форм синдрома сухого глаза и более быстрому оккупированию симптомов относительно стандартной схемы. Вместе с тем, внедрение в широкую клиническую практику данного алгоритма затруднено, поскольку требуется дорогостоящее оборудование и наличие высококвалифицированного специалиста. В связи с этим становится актуальным поиск скрининговых методов оценки степени поражения роговицы, индуцированных контактными линзами, обладающих более высокой точностью и специфичностью по сравнению с традиционными, доказанно обладающими низкой положительной предикативной ценностью. Данное исследование было суммировано нами в работе, опубликованной в 2016 году по разработке скрининговых методов оценки гипоксической киротопатии в практике рефракционного хирурга. Данное исследование базировалось на оценке опроса индекса поражения глазной поверхности OSDI и исследовании о смолярности слезной жидкости, позволяющей диагностировать синдром сухого глаза, нарушение состояния глазной поверхности по выявлению гиперсмолярности слезной жидкости. В рамках данного исследования было обследовано пациента с миопией, пользующийся контактными линзами, которые на основании данных конфокальной микроскопии были подразделены на легкую, среднюю и тяжелую степень поражения роговицы. Далее пациентам проводился неинвазивный скрининг состояния глазной поверхности. Полученные результаты позволили выявить положительную корреляцию между повышением степени поражения роговицы и изученными обоими параметрами. В частности, уже при поражении роговицы в легкой степени отмечалась статистическая значимая разница от контрольной группы. При этом при поражении роговицы в средней степени достоверной разницы от легкой степени выявлено не было. На наш взгляд, это связано с тем, что постоянный режим ношения контактных линз не позволяет пациентам ощущать субъективно недостаток слезы. И это нашло подтверждение в том, что при отмене контактных линз пациенты начинали чувствовать синдром сухого глаза, нарушение слезопродукции. Поражение роговицы тяжелой степени, имеющее первостепенное значение для рефракционных хирургов, характеризовалось в 90% случаев появлением индекса ОСДА выше 53, что позволяет использовать данный критерий как скрининговый метод постановки тяжелой степени поражения роговицы, индуцированных контактными линзами. А с малярной слезной жидкости также увеличивалось. При этом достоверных значимых данных от нормы у пациентов с поражением роговицы легкой степени выявлено не было, что, на наш взгляд, подтверждает функциональный характер данной стадии и объясняет факт спонтанного регресса на фоне отмены контактных линз без назначения какой-то дополнительной терапии. Поражения роговицы в средней степени достоверно отличались от менее выраженных степеней поражения роговицы, и в абсолютном большинстве случаев данный показатель гиперосмолярной слезной жидкости или значения выше 316 отмечалось при этой стадии, что позволяет использовать данный критерий в нашей клинической практике. Поскольку осмолярная слезная жидкость все же относится к достаточно дорогостоящим исследованиям, мы предлагаем такой алгоритм использования данных методов в клинической практике. При наличии пациентов с длительным ношением контактных линз на первом этапе необходимо проводить наиболее простой метод – опрос. При выявлении данных выше 53 мы можем вполне достоверно говорить о тяжелой степени поражения роговицы с назначением соответствующего лечения. При выявлении параметров меньше 53 необходимо проводить уточняющие данные. И при выявлении гиперосмолярности слезной жидкости мы можем ставить диагноз средней степени поражения роговицы с назначением соответствующей патогенетически ориентированной терапии менее 316 лёгкой степени поражения роговицы с отменой контактных линз и проведением операции через 2 недели. Таким образом, применение в практической деятельности рефракционных хирургов данного алгоритма оценки поражения роговицы индуцированного контактными линзами позволит обеспечить быстрое и высокоодостоверное выявление признаков поражения роговицы и за счёт проведения превентивных и коррегирующих мероприятий снизить вероятность интри- и послеоперационных осложнений даже у пациентов с такой выраженной наускулиризацией. Благодарю за внимание.